В перерыве между массированными обстрелами Россия занимается планированием новых ударов и накоплением средств поражения. Армия России не может проводить массированные атаки постоянно. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Ивлаш в эфире марафона «Еды не новыми». По его словам, на боевом дежурстве вдоль границ во время пусков военные также фиксируют активность российской авиации, а именно разведывательных самолетов. Кроме этого, захватчики имеют на вооружении и другие средства поражения, например, противорадиолокационные ракеты. На самом деле, шахет — это достаточно недешевое оружие, и, конечно, враг после своих атак в последние дни анализирует, в том числе, информацию о применении предыдущих средств огневого поражения. Они проводят анализ, разведку, выявляют пути, маршруты, где они их применяли, где расположены наши ПВО — радиолокационные станции. Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье, однако время от времени мы видим и единичные атаки, поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24 на 7. Илья Ивлаш, представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в эфире марафона «Еды не новыми». Только за март 2024 года Россия выпустила по Украине 133 ракеты типа Х-101, Х-555. Это рекордная цифра, начиная с зимы. К примеру, в декабре было запущено 110 ракет, в январе — 121, в феврале — 41. По данным экспертов, эти цифры превышают количество ракет, которые Россия в целом может производить за один месяц. До 285 единиц мог вырасти запас калибров. Об этом сообщает военный портал «Дефенс-экспресс». Отмечается, что в ноябре Россия имела накопленный запас в 165 калибров. Темп производства этих боеприпасов мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц. Учитывая, что Россия почти не использовала в последнее время калибры для обстрелов Украины, то запас ракет этого типа мог вырасти до 245-285 единиц. Российские военные могут перепрограммировать некоторые виды ракет прямо во время атак по Украине. Поэтому сбить их становится сложнее. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. По его словам, армия российских террористов использует ракеты С-300 для поражения разных целей. В основном это, кстати, гражданская инфраструктура, такие как жилые дома, либо детские сады. Также российские террористы стали чаще применять другие крылатые и баллистические ракеты, в том числе северокорейского производства.